Так, всем привет! Давайте сегодня смотреть модель для сборки китайского производителя Trumpeter 35-й масштаб, который называется German 2-сантиметровый Flake Verlink 38 auf Selbststaffer Lafette SD Kifazis 7-1 Early Version with SD Anhänger 51. Короче, не пытайтесь даже искать правильности в моем произношении, так как тут некий суржик у нас присутствует из английского и немецкого, но если этот суржик перевести на русский язык, то получится, что у нас что-то немецкий, немецкая 2-сантиметровая или 20-миллиметровая Счетвереванная 38-я зенитная пушка на самоходном лафете, ну, самодвижущейся, на самоходной установке. А самоходной установкой в скобочках у нас является тягач Zonderkraft Ford Soik SD Kifazis 7-1. Ну, кстати, сам тягач, по-моему, называется 7, а дробь 1, это как раз, по-моему, добавляется для вот конкретно вот этой установки. Ранняя версия этого тягача, ну, точнее, ранняя версия, а, ну, установка, да, 7-1. Ранняя ее версия с, соответственно, с пресепом, трейлером, соответственно, для боекомплекта. Вот такое вот длиннющее-длиннющее название артикул этого набора 0.15.23, в общем, сама модель 2009 года. Трампитер сначала выпустил модель, собственно, тягача 8-тонного немецкого SD Kifazis Kifazis Zonderkraft Ford Soik 7, а потом в 2009 году выпустил вот эту модель, соответственно, с четверенной зенитки, Flight Verlink именно так и переводится, да, то есть зенитная установка с четверенной. На ней, соответственно, и вот добавил вот этот самый прицепчик. Значит, если по прототипу немножко сказать, да, модель не новая, ну, и не относительно старая, но, кстати, в модельный ряд не только эта модель у них входит, а там, по-моему, около пяти или что-то у кого-то модификаций различных. В основном менялись модели по тягачу, то есть там по самоходной вот этой платформе на базе тягача. В частности, в поздней версии добавлялось, например, бронирование рубки водителей и так далее. И, в частности, еще менялось орудие само, по-моему, в версии 7.2. Тут уже калибр 3.8 см использовался. Использовался тоже, по-моему, кстати, последняя вот эта версия совсем относительно недавно, по-моему, два года назад Трампетром вышла. Ну, да, кстати, вот, да, в немецких вооруженных силах времен Второй мировой войны калибры привыкли измерять именно в сантиметрах, а не в миллиметрах. Что помимо этого, значит, можно сказать? Сразу немножко по прототипу, чтобы не рассусоливать. Соответственно, из двух частей данная машина состоит. Это, собственно, тягач и, собственно, орудие. Ну, платформа, трейлер и так далее, да. Соответственно, тягач, он аж родом был из 1934 года. То есть, насколько я понимаю, это самый вообще популярный на времена Второй мировой войны немецкий тягач полугусеничный. Да, вот можно видеть, что у него колесный передний мост управляемый, а сзади вот гусеничный такой двигатель. Движитель, соответственно, как раз тягач зонда «Карфорцойк-7» производства концерна «Краус Мафей». Вот, кстати, если сильно подглядеться, это даже на боксарте видно. Шилдик есть. Он был, по-моему, со всю войну самым популярным и самым массово производившимся артиллерийским тягачом. По-моему, там больше 13 тысяч штук было выполнено. В основном он был предназначен сам по себе тягач для того, чтобы таскать 88-мм зенитки и галбицы. Ну, вот, соответственно, его использовали как платформу под зенитное, а также орудие, четверённое вначале. Это уже, собственно, вот эту машину с установленной на неё зениткой сделали в 1938 году. И за всё время версии, как в 7.1 и 7.2, там разных версий, разного бронирования, разное орудие, ну, похожие машины, по-моему, были произведены за всю войну где-то в количестве 1300 штук или около того. А вот эта машина ранняя, ну, типа даже по боксарту можно понять, что по некоторым косвенным признакам, что, скорее всего, это, видимо, европейская компания немцев начала войны, то есть это что-то либо Франция, либо, может быть, что-то Бельгия, значок Гудериана. Стреляют они то ли по французам, то ли по англичанам, не совсем понятно, но самолёт какой-то нарисован. Ну, и, соответственно, полевая форма Люфтлафф и зенитчиков. Наверное, это всё, что нам нужно знать про данную машину. Что ещё можно о ней сказать, да? То, что написано нам, Трампетер, что готовая модель будет длиной 285 мм, ну, судя по всему, наверное, вместе с прицепом, я так понимаю, шириной 69 мм, и в состав набора входят адские 980 аж целых деталей. Ну, судя по всему, это с наборными гусеницами, но всё равно, на самом деле, количество реально впечатляет. Помимо этого, на боковиках довольно интересная информация историческая, то есть, Трампетер, кстати, только на коробках своих пишет историческую справку, он это не пишет, где как раз написано про некоторая короткая справка про появление вот этой вот зенитной установки на платформе тягача. И написано, ну, конкретно вот модель, что 7.1, то есть, четвероная зенитка, их, по-моему, до 800 штук как раз и произвели. Была ещё версия 7.2. Ну, показана боковая проекция как раз вот, серый, судя по всему, окраска, характерная для первой половины войны для вооружённых сил вермахта. Показано, что входит декаль, показано, что аж 4 целых платы фотоотравления, ну, и, собственно, всё. А на другом боковике у нас фотографии с собранной моделью, я так понимаю. Вот как, собственно, выглядит у нас собранная зенитка. Ну, довольно мелко, можно было, конечно, и покрупнее. Видно, что борта разложены, как на бокс-арте, то есть, сетчатые борта, а вот на этой проекции, например, борта сложены. То есть, соответственно, мы об этом ещё поговорим, когда будем смотреть экскурсию, но если учесть, что вот эта фотография собрана моделью, ну, судя по всему, мы можем собрать машину как с разложенными этими сетчатыми бортами вокруг, собственно, зенитной установки, так, наверное, и сложенными. Но это, кстати, вопрос дискуссионный немножко. Открываем коробку, лезем внутрь. Значит, что у нас, как обычно, по-трамперовски типично, довольно толстенькая книжечка с инструкцией, в которую вложена вкладка с окраской. Да, это у нас идёт отдельно. Потом литники, значит, и прям целая пачка, то есть, плотненько, почти до самого верха, вот их она пакетами с литников, стандартно, у Трампа, по-моему, все пакетики у нас в отдельных... Все литники в отдельных пакетах, соответственно, вот их так много аж целых. Всё ещё литники, всё ещё они идут, то есть, в принципе, неудивительно, что под тысячу деталей набралось. Их реально много. Помимо этого, отдельно пакеты с частью гусениц, то есть раки детали, вот их расфасованы по двум пакетам, судя по всему, на две гусеницы. Другой пластик, судя по всему, используется другого цвета. Такое вот у нас. Помимо этого, то самое фотоотравление. В общей сложности должно быть четыре, по-моему, платки, но их тут действительно довольно-таки много, и крупных, и маленьких деталей тут есть. Ну, посмотрим. Много-много прям всего, то есть, модель конкретно эта упакована комплектацией не типичного, достаточно по-трамповски. Пакетик с резиновыми виниловыми колёсами. Три штуки, судя по всему, наверное, два рабочих колеса, но, наверное, я так понимаю, запаска должна быть по идее так, иначе почему и в три. Пакетик с декалью, тщательно упакованный, как всегда у Трампа бывает, отдельно посмотрим. И пакетик с прозрачкой, то есть, соответственно, лобовые стёкла, приборы там, освещение, габаритные всяческие огни. Видимо, эмуляция тросика в виде нитки, но это, конечно, самый позор, да, что можно по возможности, конечно, лучше менять, потому что трос с нитки на такой, скажем так, богатый по комплектации модели, это будет смотреться смешно. Ну и даже проволочка, которая, ну, судя по всему, наверное, антенну должна у нас эмулировать. Не уверен пока, но, судя по всему, наверное, только такие варианты могут быть. Давайте начнём, как обычно, с бумаги, значит, инструкция, большая книжка, толстенькая достаточно. Начинается с боковой проекции модели, предупреждение, историческую справку здесь Трамп нам не повторяет. Раскладка литников, помимо литников написано, что, собственно, у нас присутствует. Да, вот из того, что до этого ещё на коробке не было перечислено, это та самая проволочка маленькая, вот она здесь указана, три колеса, всё верно, и нитка, которая должна у нас эмулировать трос. Ну вот, к сожалению, вот именно металлический трос почему-то нам Трамп зажал, дал только проволочку. И сразу начинается сборка. Сборка, судя по всему, начинается с рамы нашего тягача, нашей платформы движущейся, самодвижущейся. Значит, забавно, что Краус Мафей, который производил эти тягачи, и в частности платформы подзенитки, это до сих пор существующий концерн, и он, кстати, до сих пор, например, в текущее время танки Леопард собирает у нас. Читали об этом, помните, в обзоре Хлебовского Леопарда. Вполне себе жив. Так, начинается всё, судя по всему, с то ли раздаточной коробки, то ли трансмиссии, коробки передач, возможно, она детализирована, я смотрю. Рычаги у нас прям сразу же втыкаются, рычаги в неё, управление, соответственно, то есть какие-то там диски, передаточные механизмы и так далее. Уже здесь где-то даже травление появляется прямо как раз, видимо, в узле рычагов управления коробкой передач. Потом начинается рама. Рама у нас такая сложносоставная, судя по всему, ну, точнее нет, из двух деталей. Да, вот ни в одну деталь рама, то есть нам стыковать это придётся аккуратно, чтобы ничего не перекосило. Сразу между рамой устанавливается вот эта самая деталь, ну, я так подозреваю, что-то типа коробки передач, либо какая-то раздаточная, передаточная коробка на гусеничный двигатель. Движитель тут не совсем понятно, возможно, что-то такое. Тут же сразу у нас детали, по-моему, я так сколько понимаю, это подвеска передний мост, рессорная какая-то, что-то такое. Вроде как передний мост, вот у нас написано, не клеить, видимо, передний мост какую-то вертикальную, ну, боковую подвижность будет сохранять. Это, кстати, характерно вроде для этих тягачей, то есть у него вот такой вот перекос моста мог быть. Правое-левое колесо переднего моста, оно могло вот, в принципе, подниматься, вверх впускаться. Я помню в звездовском модели Ханамага такой же был механизм реализован, похожий на что-то подобное. Мы видим рессоры опять же тут, вот у нас всё, и в конце у нас рама должна превратиться во что-то такое. Вот на третьем шаге мы тоже продолжаем её собирать. Много деталей по раме, так как тут не только рама, тут ещё это вся гусеничная деталь, трансмиссия вот этой гусечной подвески. Это всё очень сложно, всегда вот такого рода тягачей. Немцы очень любили полугусечные тягачи. У них было, по-моему, там чуть ли не где-то 8 или 10 моделей именно тягачей, похожей конструкции, похожей компоновки. Да, вот кабина, а сзади передний колёсный мост, а сзади вот гусеничная вот такая подсистема. У них, по-моему, да, было 8 или 10 разных моделей, производили разные фирмы, под разную нагрузку рассчитывались эти тягачи. И это ещё не считая полугусечных бронетранспортеров, которых у немцев, помимо Ханамага, тоже было очень много. То есть немцы вообще подходили к механизации соединений своих достаточно щепетильно и внимательно. То есть прям ставка была, судя по всему, действительно на мобильную войну, быструю переброску техники, артиллерии, пехоты и т.д. Вот, значит, собираются вот эти детали, судя по всему, подвески этого гусеничной системы, вот это и много-много-много деталей. Да, и траву тут тоже у нас всплывает, несмотря что это, казалось бы, рама, это вряд ли будет видно, когда там траву тоже присутствует. И к четвёртому шагу, рама у нас где-то вот такая вот должна в конце получиться, к четвёртому шагу мы переходим к двигателю. Двигатель, судя по всему, тоже детализирован в модели. Понятное дело, насколько обычно в пластике его можно детализировать, то есть вряд ли мы тут увидим какие-то гибкие там патрунги, какая-то проводка. Тут, конечно, ничего этого нет. Но двигатель есть. Мы его достаточно долго-таки собираем вместе с деталями коробки там, возможно, передачного на раздатку и т.д. А потом опять возвращаемся к раме, ещё и продолжим детализировать, как пластиком, так и травлением, судя по всему. Ой, огромная деталь, судя по всему, ну, даже не совсем понятно, что это такое. Такая огромная корзина. Я так понимаю, это что-то, возможно, деталь, хитрая деталь трансмиссии. То есть, именно связанная с гусеничным, соответственно, ходом машины. Но не уверен, не уверен. Сложная какая-то вот тема. Кстати, здесь Трамп не подписывает нам, что именно, какие именно узлы. Тут, как бы, мы должны сами всё знать, но я, к сожалению, мы, к сожалению, не знаем. Так что я чисто так спекулирую на внешний вид, но действительно конструкция получается, конечно, забавная. Топливный бак, судя по всему, детали, ну, не знаю, что тут воздух, что тут гидравлик, какая-то, какие-то бачки дополнительные, довольно крупные. Вот, подвеска рессорная, ещё много всяких узлов, задний механизм зацепления, соответственно, характерный для тягача и так далее. Тоже у нас тут присутствует много-много-много-много-много всяких деталей. И в конце вот это вот примерно к такому вот у нас виду приходит, вот эта вся сложнейшая конструкция рамы. И в неё мы устанавливаем наш двигатель, соответственно, стыкуем его с раздаточной вот этой коробкой, наверное, судя по всему, и это, думаю, она. И опять у нас продолжается гусеничный движитель, соответственно, вот эти все детали, это по гусеникам. То есть, ну, понятное дело, тут совершенно не танковая подвеска используется, совершенно она другая, такая довольно сложная, хитрая, она всё будет видна. Подниши машины, поэтому тут она, видимо, львиная часть деталей, как раз по сборке, судя по всему, как раз на сборку, детализацию вот этой гусеничной ходовой части она и используется. То есть, вот видим, как всё это сложно, многоузловая тема, как это всё собирается. К девятому шагу мы приходим к... уже устанавливаем стойку руля сразу сюда, рулевое колесо, соответственно, опять же, детали гусеничной вот этой подвески, детали рулевого управления переднего моста, я так понимаю, вот у нас ставятся. Ну, тоже, судя по всему, наверное, сохраняется, я так понимаю, по этим, судя по этим надписям, не приклеивать. Должна сохраняться подвижность у нас, ну, судя по всему, наверное, поворотный механизм тоже передних колёс, вроде как. Ну, надеюсь, по крайней мере, на это, ну, вроде похоже на то, что обычно по такого рода полугусеничным компонентам обычно всегда реализуют производители поворотные колёса, потому что это, в принципе, обычно можно всегда показать в пластике. Вот, всё ещё продолжается у нас. Рама, днище, подвеска, двигатель, раздатка и т.д. и т.п. Показано сложный передаточный какой-то механизм, то ли от рулевого управления, то ли от чё-то ещё. И вот к 13-му, 12-му шагам у нас начинаются, собственно, катки. Те самые обрезиненные, которые идут, по-моему, в два ряда, я, насколько помню, да, почти у всех полугусеничных машин немецких вооружённых сил, на Вторую мировую. Показано, соответственно, как их собирать, в каком количестве, не показано, что сразу красить, кстати говоря, про краску в процессе. Тут в этой инструкции ничего такого нет. Соответственно, что? Ведущая, я так понимаю, звезда, вроде как, да, вот здесь она располагается спереди, что-то типа того. Вот что это за деталь, я так и не понял, вот честно, вот не знаю. Массивная штуковина, ну, не совсем понятно её участие то ли в ходовом функционале, то ли в чём. Потому что реально чисто на внешний вид это что-то прям своё для полугусеничников. Я даже не знаю, что это без дополнительной подготовки. Ленивец сзади, соответственно, это нам подписывает трамп всё-таки. Ну, дорожные катки и так далее. Соответственно, предлагают сразу установить. Ну, насколько я понимаю, полимерных втулок, кстати, в этой модели нам вроде как не дают. Поэтому, не знаю, будут ли держаться на сухом трении эти катки, стоит ли их сразу приклеивать или стоит всё-таки отставить потом под окраску. Это не совсем понятно, это по месту надо решать. Это вот передние колёса, передний мост у нас показано, как собираются. Диск из двух деталей, соответственно, запрессовывается туда резиновая часть, покрышка. Ну, тут же опять же у нас добивается звёздочка, тоже свои такой интересной системы. И вот к пятнадцатому шагу интересная начинается, начинается сборка, собственно, гусеницы. Вот по гусенице я уже предварительно пытался понять, но я, честно говоря, до конца так и не понял. Всё-таки подразумевается у нас рабочая гусеница. У данной платформы, данной четырёхствольной зенитки на базе тягача 7-7 или всё-таки нет. Потому что с точки зрения, вот как собирается гусеница, видно, что как минимум получается на трак у нас три детали. Вот подушка такая из двух половинок и вот сам трак. И подушка, собственно, сверху на него так вставляется. Подушка это будет к земле, соответственно. Грунтозацеп условный такой получается. То есть нету нигде у Трампа однозначных указаний, что мы что-то не склеиваем по гусенице. Но, тем не менее, во-первых, потому что у нас пластик по гусеницам дан свой отдельный, отдельного цвета. И, судя по всему, он твёрдый, скорее всего, какой-то пластик. И вроде как есть запирающий вот этот элемент с грунтозацепом, который клеится на траке. У меня всё-таки такое есть ощущение, что есть надежда, что гусеница всё-таки рабочая. Что вроде как можно, ну я так предварительно посмотрел, что при стыковке двух траков, мы это, возможно, посмотрим ещё, когда будем пластик смотреть, что можно застыковать два трака и, соответственно, запереть их, ну там на штырьках соответствующих, и запереть вот это место стыка вот этим грунтозацепом. И вроде как теоретически мне показалось, что должна сохраниться подвижность гусеницы, но, опять же, как минус Трампа, минус, плюс не совсем понятно, да. Ну, Трамп нам не говорит о подвижности гусеницы. По трамповской инструкции получается, что гусеница как будто просто склеивается, это просто наборные траки, и как будто бы она никогда не будет подвижной, но не знаю, не знаю. И после гусеницы мы переходим к сборке платформы, собственно, под зенитку, под зенитную установку, ну, условный кузов, да, вот тут много всяких крупных деталей показано, тут особо говорить не о чем. Соответственно, крылья или то, что можно так назвать, у нас сразу же стыкуются, и начинаются борта, да, борта очень такие характерные конкретно для таких вот зениток, такие сетчатые у них, они борта делались, не совсем, кстати, понятно, почему сетчатые, может быть, для облегчения, может быть, для, не знаю, для чего. Шанец сразу показывает, что на них крепить, и начинаются опции, то есть есть опции для открытого состояния и закрытого. Ну, под открытым и закрытым состоянием, насколько я понял, наверное, имеется в виду откинутые борта или собранные. Но, опять же, повторяюсь, как и с гусеницами, тут тоже на меня начинается минус данной инструкции по данной модели. В ней, несмотря на то, что, казалось бы, на коробке, да, у нас... Да, я не буду сейчас показывать, на коробке были фотографии готовой модели, был букс-арт, где было показано, что борта откинуты, да, можно якобы собрать с откинутыми бортами, но в реальности и на схеме окраски, и вот я уже полистал инструкцию, везде в инструкции, Трамп нам говорит исключительно как будто бы о закрытом состоянии, то есть закрытых поднятых бортах. Нигде нет сказано, что у нас есть вариант и какие-то шаги, чтобы собирать открытые борта. То есть единственное, что я нашел упоминание вот этого, что якобы некая деталь у нас должна, либо та, либо та используется для открытого и закрытого состояния, но это вот как будто бы единственное вот маленькое упоминание, что якобы вроде как борта можно открыть. Вот единственное, что я встретил. Ну, огромный минус, конечно, инструкции, потому что непонятно, огромная, вроде подробная, достаточно в целом, ну, с виду понятная инструкция, почему этот момент не освещен, мне непонятно. Ну, единственное, я бы называю, наверное, все-таки открытые борта можно сделать, потому что, ну, наверное, с открытыми бортами, наверное, интересней, потому что, судя по всему, стрельба в основном, наверное, велась все-таки с опущенными бортами, насколько я понимаю. Поэтому, наверное, в боевом положении с опущенными бортами, мне, наверное, кажется, было бы прикольнее собирать. Но Трамп чуть ничего нам об этом не сказал. Показано, как крепятся борта, опять же, в поднятом состоянии. Условный вот этот кузов с поднятыми бортами, совмещенный с, ну, можно назвать этими крыльями или там над гусеничными полками, на данном случае, да, устанавливается сверху на уже практически собранную раму, всю ходовую часть, да, вот показали, как что надо запирать. Перед этим, собственно, вот только здесь нам предлагают запереть гусеницы установкой финального запирающего, условно, грунтозацепа, да. Тоже, опять же, как будто выглядит, как будто гусеница подвижная, гнется, ну, не знаю, ну, крылья передние совмещенные, ну, не с бампером, а с, не знаю, можно ли это назвать бампером, с передней частью, кстати, в одну деталь крупную. И опять мы переходим на днище, нам предлагают, так понимаю, проложить трассу выхлопа от двигателя уже в финале, с банка глушителей с двух половин, и возвращаемся мы к верху кузова, где мы начинаем собирать, я так понимаю, ну, моторный щит, так понимаем, и то, что у нас перед водителем будет с передней части, тоже всякая мелочевка, устанавливаем его, потом начинаем собирать, что это у нас такое, кстати, не совсем даже понятно. А, это у нас, собственно, полик водительского отделения, сидушки, я так понимаю, водителя и пассажира переднего, ну, или пассажиров, не помню, сколько там спереди должно было человек сидеть, то есть у нас тут и педали появляются, и какие-то там дополнительные элементы управления, что-то еще там, соответственно, сидушка, тут нам предлагают, кстати, отдельно уже красить сидушку прямо здесь, появляются краски какие-то, которые, судя по всему, тут на Ганзу у нас даны, но, видимо, потом еще посмотрим, трампон обычно всегда на Ганзу дает в этих моделях. Вот этот полик, совмещенный сидушкой, ставится прямо сверху, надо вот прямо здесь установить, я надеюсь, конечно, все это что-то застыкуется, все правильно, не совсем, конечно, тут самонадеянно немножко выглядит, что собираем-собираем, потом ставим полик, да, и надеемся, что все правильно, без щелей у нас установится. Дальше показана, значит, пояснительная у нас схема, как все-таки должно поставиться, да, движок, кстати, вот все это время на месте, потом переходим к, опять же, появляется у нас детализация моторного отсека, не совсем понятно, то ли фильтры, то ли какие-то бачки тут у нас, что-то такое, еще какие-то детали, видимо, которые надо крепить, ну, к моторному щиту, там, немножечко фототравления на какие-то, какую-то детализацию дополнительную делаем, и, значит, много шагов инструкции, 25-й шаг, у нас появляется приборная панель, которая, насколько я понимаю, сейчас посмотрим, по-моему, ну, частично она дана декалями, насколько я вижу, да, это у нас вроде бы здесь цифрами показано, что вроде как это декали, все, да, это декали вот написано явно, да, то есть накрашивать красками вроде как не придется, ну, тем не менее, еще какие-то дополнительные детальки из фототравления, кое-где их надо даже гнуть, судя по всему, прямо вот по кругу вот так огибать нам показали, много фототравления в модели, да, приборная панель, тоже аж из двух деталей, куча всяких будильников на ней, значит, устанавливаем, опять же, мы только сейчас, опять же, вот, добрались до нее, и начинается, что у нас, ну, условно, отделение, ну, под двери, хотя, по-моему, дверей у данной машины не было, насколько я понимаю, по факту, уж не знаю, как там ездили в итоге, был ли какой-то тэн для данной машины, для движения, или что-то такое, то есть, чисто в этом варианте все равно выглядит открыто всем ветрам, наверное, был какой-то тэн, скорее всего, сидушка, ну, вероятно, наверное, расчета экипажа, не точно, не помню, кстати, сколько составлял экипаж расчет орудия, ну, да ладно, значит, и сидушка, боковые вот эти элементы по бокам, и, наконец, добираемся ему до капота, по капоту, опять же, тоже интересно, судя по всему, несмотря на то, что у нас полностью детализирован двигатель, опять же, Трамп не дает никаких явных вариаций, можем ли мы этот самый капот как-то открывать, во-первых, как он открывается, тоже непонятно, может совершенно для техники тех лет открываться по-разному, может быть, как-то по бокам там открываться, может, не знаю, там, может полностью подниматься, может сверху, непонятно совершенно, если честно, может боковые панели вот эти поднимаются, то есть, про это Трамп совершенно ничего не говорит, то есть, у нас супер детализированная подкапотка, но при этом нас абсолютно, как бы, судя по инструкции Трампитера, не должно волновать, мы просто должны закрыть нафиг это все массивным капотом и забыть о существовании двигателя, видимо, там, ну, тоже еще один минус инструкции, опять же, и вообще компоновки моделей, ну, и какая-то деталюшки появляются, мелкие, как пластик, так и травление по детализации, вот, видимо, элемент, непонятно, похоже как раз на элемент запирания бортов, вот, кстати, вот что-то такая, какая-то тут петелька, какая-то щеколда, я не знаю, шпингалет, возможно, опять же, тоже ничего не сказано, возможно, этот шпингалет как раз должен быть отодвинут для откинутых бортов, ну, вот, единственное, что мы можем тут увидеть, наверное, как-то можно там его приклеить, то есть это все мы должны выяснять сами, видимо, там, по каким-то описаниям сборки других моделистов, там, по фоткам готовых моделей, как они решали этот вопрос, если они откидывали борта, и переходим к финальной деталировке передней части, появляются осветительные приборы у нас с прозрачным пластиком, появляются зеркала заднего вида, ну, никакой имитации из коробки у нас зеркал нет, там, исключительно, я так понимаю, своими средствами там что-то делать нужно, что у нас, еще тут, травленные детали, ну, и там освещение, вот этот боковой, эти показатели габаритов, и опять под нищу, еще немножко травления мы накидываем уже, аж на 28-м шаге, и 29-м шагу у нас появляется лобовое стекло, лобовое стекло у нас единственное узел, которое, по-моему, Трампам ей более-менее явно дается в двух вариантах, то есть рамка лобового, два стекла, тут еще какие-то стеклоочистители, еще-таки очистители, еще какая-то мелочевка, и, соответственно, Трамп вот нам явно указывает, что мы можем как откинуть лобовое стекло, ну, наверное, это больше подходит для боевого положения, да, так, собственно, и поднятые, а, наверное, больше для транспорта, вот тут явно показано, что две, собственно, опции, и что-то тут еще где-то подкрашиваем, и вот с 29-го шага у нас, соответственно, только начинается сборка артийной установки, сочетверенная 20-мм зенитка, тоже такая характерная немецкая тема, показано, как собирать стволы, соответственно, так, не совсем понятно, ну, судя по всему, такие крупные детали, видимо, у нас прям стволы и все такое, ну, тут, я так понимаю, исключительно пластик, насчет рассверливания стволов я подозреваю, что, наверное, самим придется все делать, магазины, какие-то тут еще элементы, из двух частей, соответственно, видимо, нижние два ствола, верхние два ствола, наверное, так, механизмы под... а, ну, механизм подъемный-поворотный, опять же, сидушки, собственно, стрелка, расчета члена там, какие-то элементы, укладки тех самых магазинов под стрельбу автоматической пушки, тоже частично травлению участвует, много всего, много, конечно, детальян, так, все еще собираем пушку, много травлений у нас в данном случае, вот эти укладки под магазин, я смотрю, полностью из травлений у нас сделаны, еще какая-то мелочевка, ну, что еще, появляются какие-то элементы защиты уже, опять же, я смотрю, тут совмещение, не совсем вот понятно, это полностью травленая деталь, или это частично... да, это, походу, вот полностью огромные травленные детали, которые у нас частично как щита, орудийный щит, наверное, работают, я так понимаю, это у нас полностью травленка, да, более того, это прям полностью, то есть, я так понимаю, полностью орудийный щит у нас в данной модели, кстати, можно даже проиллюстрировать, вот, собственно, он, вот эта плата травления, полностью щит по орудию, реализован в травлении, то есть, тут, я так понимаю, практически вот в этом части, по щиту, вот этому тонкому, ну да, это была действительно довольно такая, тонкая броня, конечно, он полностью реализован на травлении, соответственно, его правильные сгибы, нужно, я так понимаю, воспроизводить, ну, судя по всему, самостоятельно, так как нам написано что-то где-то гнуть, ну, шаблонами для гнутья у нас должны быть, видимо, опять же, детали истравления, да, какие-то скобы, не совсем понятно, что там где, ну да, вот эти вот скобы, судя по всему, должны у нас работать, как шаблон для сгиба, чтобы правильно углы выставлять, ну, короче говоря, сразу видно, что модель, она не, скажем так, для новичков, то есть, одно гнутье вот этого орудийного щита для четырествольной зенитки, это, конечно, и это, конечно, может занять очень много времени и силы, это точно, но зато получим копийную толщину, потому что, конечно, пластиковый щит никогда таким тонким, реалистично тонким быть не сможет. Ладно, очень долгий, конечно, обзор по этой модели, и, значит, мы должны собрать, наконец-то, все великолепие, установить эти самые щиты и на поворотную платформу ставить, собственно, нашу зенитку, а потом эта самая поворотная платформа у нас дополняется. С 33-го шага у нас появляются детали трейлера с боекомплектом, с теми самими магазинами, показано, как мы его делаем, но тут, по идее, ничего сложного не должно быть, вот видно коробки с этими магазинами, тоже детализированы, детализированы, ну, по крайней мере, частично, наверное, то есть, наверное, можно будет, как на буксарте, открыть этот трейлер, да, если там у нас ведется огонь, наверное, и показывать, как из него, там, как будто бы, должны извлекать эти самые коробки с магазинами, как-то, видимо, так, подвеска, ходовая часть этого самого прицепа, в отличие от самого тягача, здесь колеса реализованы исключительно пластиком, ну, и вот у нас получается ходовая тягача, и в самом финале сборки от ходового тягача, собственно, ящик с боеприпасами, боекомплектом у нас на него ставится, и можно его прицепить, собственно, как он должен быть к, собственно, машине, но я так понимаю, судя по заявлениям Трампа, тягач этот не отцепляли, даже в боевой остановке, судя по всему, из него подтаскивали боекомплект прямо, собственно, во время непосредственно, собственно, боевой работы, скажем так. Ладно, и вот на этом у нас, наконец, наканчивается длиннющая инструкция и цветная вкладка на один исключительно, я так поняла, вариант. Не написано, на какой. Опять же, я косвенно подозреваю, что если имеется в виду буковка Г у нас здесь, то, видимо, это части Гудериана, скорее всего, ну, либо Франция, Бельгия, что-то там, какой-то Западный фронт. Начало войны, Западный фронт, где-то там, ну, начальный период. И цвета даны, да, исключительно тоже на этот период, серый цвет. Цвета даны на Мистер Хобби Ганзе и на Мистер Колор, да, по-моему, у них там, то есть, соответственно, H и C серия, на Сальвенты, на водяные акрилы, также даны на Валеха, но не все краски, на Модал Мастер еще меньше красок, но на Томио дана только одна краска и одна краска, и две краски на Хамбрул, то есть, ну, как видим, всего у нас красок всего дано четыре штуки, единственное, должно обрадовать, никакого камуфляжа не надо, только серая и все. Ну, и показаны проекции у нас, по-моему, со всех частей, да, и справа, слева и сверху, и сзади, спереди, единственное, что снизу только не хватает вида, и, наконец, мы, в конце концов, можем перейти, перейти, собственно, к пластиковым деталям, кое-что же будет дофига, начать, собственно, их изучать. Опять же, повторюсь, каждый литник в отдельном пакетике, вот рампа, как обычно, вот рамп обычно щепетилен. Первый литник у нас крупные детали, в основном, ходовой, эти самые две половины рамы, собственно, основа нашей модели, детали сидушек, такие, кстати, очень интересным рельефом, то есть, не как обычно, часто делают детали мягких сидений подобной техники, прям делают ровными, такими, знаете, идеально, а Трамп нам решил какую-то тут забавный рельеф изобразить, то есть, это не какие-то кожухи, это именно вот диваны, сидушки, спинки, люди по всему, основательно поизмятые уже. Тут же ролевое колесо и вентилятор двигателя и детали по, ну, части торпеды, соответственно, вот эта вот непонятная мне деталь, то ли, может быть, запаска туда снизу устанавливается, на это колесо. Я, честно говоря, так и не понял загадку этой детали, что это такое. Как говорится, пишите в комментариях, да, детали ходовой здесь частично, ну, в общем, это, как я уже смотрел в инструкции, огромное количество деталей посвящено именно ходовой, подвеске, вот это все, то, что в основном будет видно с днища, там просто огромное количество детализации давно, так что, конечно, собирать, не пересобирать. Детали вот радиаторной решетки, да, она чисто глухая такая, но с рельефчиком. Ну, по качеству летела, по первому летнику могу сказать, что несмотря на то, что это пресс-форма, судя по всему, 2009 года, 2008 года, 2009 года, ну, в принципе, я не вижу каких-то явных огрехов, то есть, вполне себе, то есть, ни облоя, ни каких-то утяжин, каких-то проблем, то есть, толкатели вроде все внутри, то есть, как будто бы все, ну, в принципе, для Трампа, ну, типично трамповский, то есть, свежая, относительно свежая модель Трампа выглядит вполне себе, в принципе, отлита, пока не отлита, она неплохо. Следующий большой литник. Так, у нас тут, в основном, из крупного детали капота, тот самый, который я жаловался, что нет варианта на его открытие, и вообще, как, что так, детали, собственно, переднего моста, поворотная часть, рулевое управление, деталь крупная, ну, то есть, самые, наверное, что-то типа раздаточной коробки, я так понимаю, который за двигатель у нас положен, детали каких-то баллонов, там, я уж не знаю, что там, воздух, гидравлика, что там может быть у данной машины, детали трассы выхлопа, вот тоже, да, банка, тут из двух половин у нас, опять же, частично детали подвески, это все еще по самому тягачу, тут рамы, подвески всяческие, там, мелочевка, крупные рессоры и так далее, рессоры, вот опять же, отлиты вполне себе, вроде без каких-то видимых огрехов, капот тоже большая, крупная деталь, тоже, как бы, вот, толкатели только изнутри, опять же, непонятно, если его как-то открывать, то что там, может быть, возможно, по бокам можно только капот, ну, скажем так, как открыть, показать двигатель, там, по идее, поднимались, наверное, боковые стенки, ну, да ладно, но опять же, мелочевки много всякая, она вроде отлита вполне ажурно, то есть, я вот могу сказать, что, ну, неплохо, свежий там, все, неплохо достаточно выглядит, ясно, что да, огромнейшее, конечно, количество деталей, вместе с треками, на тысячу штук деталей, это, конечно, да, куча травления, в том числе, очень таких сложных узлов, истравление, типа, вот это самое, орудийный щит, вот этот полностью истравление, ну, короче, то есть, на самом деле, да, не для слабых умов, конечно, сборка ожидается, то есть, там, конечно, по такой машине, у нее, действительно, внешний рельеф, очень обширный, то есть, это вот, такая вот сложнейшая конструкция, да, казалось бы, то есть, реально, с кучей мелких деталей, то есть, и борта, и десетчатые, и само орудие, там, и полностью видимое управление, и не говоря уже о подвеске, которая, так же вся, ну, по ходовой части, вся наружу, и гусеничная, и т.д., и т.п., ну, короче, это немецкий сумрачный гений, во всей красе, да, это вам не танк собирали, и ничего не видно толком, сплошные плоскости, а тут прям сплошные рельефы, сплошной рельеф, сплошной это, так вот, ладно, еще один крупный литник с деталями, я так понимаю, по кузову, вот он как выполнен, эта платформа под орудие, то есть, такая ребристая, ну, под металл, штуковина, рифленая, тоже, опять же, все толкатели, вроде, снизу у нас, ну, тут отверстие под установку орудия, судя по всему, поворотная, поворотная функция, четырехствольного орудия, должна у нас, вроде как, после сборки сохраниться, хотя я на это не обратил, ну, детали, вот, условно, передние, где, типа, как бы, подразумеваются двери, но, на самом деле, просто боковые проходы, для водителя, пассажир перед ним, детали поворотной платформы, детали надгусеничных, ну, условно надгусеничных полок, или что-то такое, и там, опять же, детали бортов, ограждения, вот я так смотрю, вот это вот все, куда мы сетку должны отравленную, приклеивать, ну, детали, да, боковых каких-то вот этих ограждений, там, то есть, в основном, все, что касается, вот, условного кузова, условной платформы под орудие, это у нас здесь находится, на этом литнике, и также, в этом пакетике, еще тоже продолжение, у нас сидушки, по-моему, ну, экипажа, я так понимаю, расчеты орудий, не совсем понятно, детали, по-моему, моторный щит, там, что-то такое, ну, или, или детали же, которые идут, отделяют отделение водителя и передних пассажиров от отделения боевого, скажем, если его можно так назвать, ну, что-то из этого, да, спинки там, что-то какие-то, да, тут уже без такого уж крутого рельефа, как там мы видели, ну, шанец, опять же, здесь, всякие мелкие детали, раскладные по, по стенкам кузова, вот, тем самым, который я говорил, что тут два варианта, видимо, в разложенном, сложенном положении, и какие-то, как это еще мелочев, какие-то, вот, подножки, лесенки, там, что-то еще, какие-то защитные скобы, и что-то такое, в общем, все отлито, в принципе, все практически на одном уровне, все литники выглядят, в принципе, плюс-минус отлитое, с одним и тем же уровнем качества, значит, хотя, да, частично это литники, именно, я повторюсь, от тягача, а частично от модификации, именно с зенитными орудиями, так вот, соответственно, что еще один у нас крупный литник, в основном, я смотрю детали кузова, скажем так, тут у нас присутствует крупная, два передних совмещенных крыла, вот этот вот моторный отсек у нас здесь находится, ну, это, кстати, хорошо, что крылья в одну деталь, как-то можно будет позиционировать полегче, детали полика водительского отделения, с отверстиями под педали и так далее, детали вот этот вот фартука, который там соединение капот и отделение, ну, место, где лобовое стекло, опять же, детали торпеды, приборной доски вот этой, ну, вот это, скорее всего, моторный щит, это элементы, ну, не знаю, аккумуляторы, что-то такое, не совсем понятно, боковые стенки моторного отсека, там, где капот, вот, опять же, непонятно, они отдельными деталями сделаны, можно ли их как-то сделать какими-то раскрытыми, открытыми, не совсем понятно, единственное, есть такое глухое вентиляционное ребрение по бокам, ну, которое, конечно, понятное дело, просто глухое по факту, ну, опять же, детали, вот, тоже что-то там с поликом где-то там, что-то накрывает, опять же, еще одна приборная доска, то есть, там, доска приборов, она из нескольких деталей, какие-то скобы, мелочевки, тяги, возможно, детали мелкие, то есть, в основном, вот такого вот плана детали, реально, литников прямо аж очень много, я бы сказал, это было понятно сразу, ну, как бы, вот, начинаешь их перебирать, как бы, действительно, уже, уже, собственно, замучился перебирать, реально, это реально, ну, по количеству деталей, это большая модель, да, хотя казалось бы, что это, какой-то там тягач с кушкой, да, установленный, но, сама специфика, прототипа, как он выглядит, она обязывает делать, огромное количество деталей, чтобы это все показать, это детали, кстати, у нас трейлера, два литничка, в одном пакетике, соответственно, тут вот вся часть, практически, рамы условной, с крыльями, это одна деталь, вот детали колес, соответственно, трейлера, с боекомплектом, они пластиковые, не вижу, чтобы на, что-то было выштампано, на покрышках, то есть, и диск, покрышка сделана в одну деталь, тут, как бы, наверное, немножко лениво сделана, красить это будет тяжеловато, конечно, ну, рессоры, дополнительный свой шанец у трейлера у нас есть, видимо, да, если не хватит того шанса, что на самой машине, ну, там, детали прицепа, там, сцепления, и т.д., и т.п., в принципе, все то же самое, и, соответственно, тот самый ящик с БК, где, собственно, сами детали ящика, и сами детали коробок, с этими самыми, судя по всему, магазинами, которые, ну, ящики с магазинами, я так понимаю, все закрыты у нас крышками, но показать, что, видимо, ящик открыт, я так понимаю, у нас есть возможность, то есть, в случае какой-то такой прикольной диорамы, там, ведем огонь, и зенитки, точнее говоря, немцы, как прям на боксарте, из пылевых частей Люфтваффе, с такой характерным обмодированием, ведут огонь, это мы нам сможем показать, вот единственное, кстати, чего, наверное, удивительно, даже не хватает модели, это нет никакой, никаких фигурок, экипажа, расчета, и т.д., и т.п., кстати, вот этот пакетик почему-то как будто бы не заплавили, не сплавили между собой, то есть, пакетик как будто бы просто открыт, и это отдельный пакетик с деталями, в основном, по тому самому 20-ти миллиметровому или 2-сантиметровому орудию, и, кстати говоря, я ошибся, когда сказал, что, наверное, Трамп, как обычно, нам своим репетом, в репертуаре сделать глухие стволы, нет, все 4 ствола не глухие, сделаны отверстия, видно, что что-то типа многоразъемности применялось, довольно забавно, с такими заусенцами, прикольными, но нет, все стволы, вроде как, ничего сверлить нам типа как бы не нужно, та самая платформа поворотная, подъемного механизма детали, то есть, там, каких-то прицельных приспособлений, что-то еще, типа сидушки расчета, скажем так, ничего, какие-то мелочевка, то есть, я так понимаю, вроде как почти все орудия на одном литнике, а, нет, еще было два литника по дороге, извиняюсь, ошибся, кстати, удивительно, да, что этот пакет единственный не, он как бы не разорван, но как будто бы его и не заплавляли, не скрепляли, не закрывали, ну, кстати, да, вот сюрприз, что орудия уже из коробки у нас идут с отверстиями в стволах, то есть, ничего там высверливать вроде как даже и не придется, а я, честно говоря, ожидал, что 2009 год, что Трамп еще таким не баловался, но, как оказалось, нет, и еще один литник, вот этот уже запаян у нас полностью, тут у нас, судя по всему, еще детали по 20-мм зенитке четырехствольной, так, сейчас мы откроем, еще два литничка в одном пакетике, тут уже мелочевка в основном, а, тут у нас не только это, я извиняюсь, вообще, наверное, я ошибся, сказав, что это исключительно по зенитке, нет, тут у нас два разных литника, вот этот литник, это у нас практически полностью посвящен детализации двигателя, и, судя по всему, еще, наверное, трансмиссии, или что-то такое, да, тут у нас верхние крышки, нижний поддон, половина вот двигателя, блок цилиндров, так далее, выхлоп, отвод, судя по всему, ну, всякая мелочевка по движку, по которому, опять же, я еще раз повторюсь, трамп нам ничего не объясняет, как мы должны все это великолепие с двигателями делать видимым, то есть, это все полностью нам самим придется разбираться, если мы захотим, а вот второй маленький литничек, это, судя по всему, по орудию, именно, вроде, насколько я вижу, тут у нас в большом количестве данные те самые магазины, подавтоматическую пушку, сидушки, там, наверное, были спинки, а это, наверное, сидушки или что-то такое, ну, тут их три штуки, расчета какие-то, как раз прицельные, это, судя по всему, все-таки здесь, но еще много всякой мелочевки, это все у нас по пушке, почему-то она оказалась вместе в одном пакетике с деталями двигателя, ну, видимо, решили так пакетики скомпоновать, и, соответственно, что у нас после этой все мелочевки в огромных количествах остается из крупного, из крупного остается еще один пакетик с ходовой, то есть, судя по всему, полностью все катки, которые, конечно же, в два ряда у нас идут, немецкая техника, любимое их развлечение, катки в два и более рядах на гусеничных машинах, все они уместились у нас в один пакетик, одна деталь какая-то непонятная отломилась, но она не потерялась, так как все пакетики запаяны, все нормально, литник, два литника, судя по всему, абсолютно одинаковых, да, можно смотреть один, вот такой довольно сложной, интересной формы катки дорожные у нас, у машины, вообще, это, ну, для всех полугусеничников немецких такие сложные формы, облегченные, видимо, катки такие были, это, конечно, не танк, сложные детали подвески по этим каткам, много канистры детали, две половины сделаны, детали звездочки такой тоже специфической для такого рода машин, диски, соответственно, передний мост, ленивец тут тоже где-то у нас есть, и что еще, ну, вот, кстати, опять же, много разъемной формы, они у нас и здесь всплыли, это детали у нас в основном, я так понимаю, приборы освещения, фары, так, не хочет фокусироваться, почему-то, ну, вот, видно, что многоразъемность и они решили вот фары таким образом реализовать, судя по всему, ну, и какую-то деталь по ходовой части, тоже гусеничной, тоже вот так же сделали, с отверстиями, ну, что, довольно прикольно, 2009 год Трамп уже мог, уже мог, ну, да, вот, опять же, ажурные довольно-таки катки, но кое-где я вижу, что чуть-чуть облойчика как будто немножко заплыло внутрь отверстий, но в основном, по-моему, такого почти нет, в целом, катки выглядят, ну, как будто бы все с ними окей, то есть, они такие прикольные, красивые, собственно, катки будут очень, наверное, прикольно смотреться такие на машине, потому что, да, немецкая тема с двухрядными и более рядными катками, это, конечно, очень весело, и помимо этого все, что у нас осталось по пластику, это у нас два пакетика с траками, другой, судя по всему, пластик, не только по цвету, а, видимо, и по, скажем так, консистенции, по твердости, я подозреваю, что, как обычно, траки, скорее всего, более твердого какого-то пластика, опять же, напоминаю, судя по всему, три детали у нас, ну, условно, на каждый трак, то есть, сами траки вот, я не буду, наверное, скрывать эти пакетики, и вот у нас грунтозацепы, то есть, какая-то условная подушка и какое-то основание, то есть, соответственно, склеиваются между собой, и, как я думаю, опять же, опять же, озвучу свою гипотезу, что вроде как, вот на штырьки там, если приглядеться, вот есть определенные штырьки на траках, да, спереди, а здесь вот, с другой стороны трака есть у нас, сейчас попробую показать, вот здесь, ну, что-то похожее на разъемы, да, отверстия, не отверстия, в данном случае, разъемы, и вот, как будто бы, сверху мы, вот в эти вот отверстия мы заправляем, собственно, эти штырьки, а сверху мы, вроде как бы, грунтозацепом должны, вроде как, запереть этот стык, то есть, если мы не будем его заливать клеем, там не все, у нас не склеится, хотя, конечно, лучше бы, наверное, просто было бы на защелках, что ли, сделано, ну, короче говоря, то, мне кажется, теоретически у нас будет рабочие, рабочие траки, я, конечно, на 100% не уверен, но мне кажется, что будут, тут, наверное, может сказать, достоверно только человек, который уже собирал, вот такие вот рамки по тракам, ну, три детали, это много, конечно, собирать, замучаешься, вырабатывать, но, есть надежда на рабочие, на рабочую ходовую, и, значит, помимо этого, помимо этого, колеса, возвращаемся к колесам, так я и не понял, вот у меня три колеса, но, честно говоря, я так и не понял, есть ли запаска на данной машине, все-таки у меня такое, есть подозрение, что запаска в машине, в этой, должна храниться где-то не на виду, по крайней мере, вот даже по картинке, то есть, нет сверху нигде запаски, не знаю, почему-то решили немцы запаску хранить, я все-таки подозреваю, что вот запаска, наверное, возможно, то вот колесо, которое где-то вот здесь у нас расположено, мне кажется, наверное, это было колесо под запаску, и вот нам дают три покрышки, да, то есть, как будто бы одна под запаску, но я вот, честно, в инструкции не увидел, чтобы где-то там в запаске появилась, именно установка этой третьей покрышки, единственное, наверное, она действительно может быть только сзади, то есть, ну, сзади-снизу, вот эта хитрая система, когда запаску устанавливают снизу, мне кажется, даже в автомобилях раздражает, потому что обычно надо какие-то хитрые приспособления для ее извлечения, запихивания обратно использовать, но, опять же, все-таки запаска встает с тайной, не совсем понятно, где она расположена в данной машине, и, собственно, непонятно, почему Трамп это явно не показал, может, я, конечно, такой невнимательный, короче, четыре, сколько, четыре, да, пять, пять вкладок фототравления в отдельных пакетиках, как всегда, Трамп их прокладывает твердым картоном, чтобы не погнулось, да, вот так вот, но я не буду их вскрывать, смысла этого не имеет, из крупных деталей, вот детали борту, все четырех, три штуки, да, правильно ведь, ну да, два боковых, один задний, которые, вроде как, есть надежда их сделать открытыми, ну, правильно, такие детали, кроме как их травление, практически, ничего больше реализовать невозможно, да, мелочь травленная, значит, вот здесь у нас, отдельно, две рамки у нас, под орудие исключительно, вот эта вся огромная часть, это орудийный щит, который нам придется сгибать, соответственно, ну, вот он, с клевопкой, зато у нас все красиво, и детали его крепления, то есть, всякая мелочь, то есть, ну, помучиться есть где, короче говоря, с травлением будет веселье много, но зато получим копийность, и какая-то микроплаточка, еще, судя по всему, относящаяся именно к тягачу, наверное, ну, какая-то совершенная мелочевка, возможно, даже те самые шпингалеты на борта, которые я так назвал, они, наверное, тоже здесь у нас, и, ну, наверное, все-таки, значит, декаль мы посмотрим, потому что тут она совершенно не видна, Трамп ее, как обычно, очень бережно прикрывает бумажкой, прям никто так бережно не заботится о декалях, как Трамп, соответственно, вот такая вот декаль, вижу, что на несколько номерных, номерных знаков, соответственно, в основном, ну, ВЛ, я так понимаю, это Люфтваффе, полевые дивизии, Вермахт, это Вермахт, соответственно, и на одну машину СС, видимо, у нас в данной инструкции, ну, декали, ну, кстати, что, опять же, минус Трампа, при этом, в схеме окраски, и вообще, где-либо, мы имеем исключительно одну машину с номерным знаком, а, нет, ВЛ, нет, подождите, так, почему, а почему машина два номерных знака, вот это, что-то до меня не доходит, это так положено, что у нее два номерных знака, то есть, ВЛ, 3261, то есть, это не передний и задний, это два передних знака, интересно, действительно, кстати, интересный момент, не совсем непонятный, причем, что сзади, сзади у машины прицеп, на прицепе нет никакого номерного знака, как мы видим, ни прицеп, ни прицепного, специального номерного знака, ни номерного знака машины, не видно, есть ли номерной знак на самой машине, потому что, возможно, его закрывает прицеп, а может быть, его там и нет, ну, кстати, вопрос, да, зато, спереди, на переднем бампере, у машины два номерного знака, Хм, интересно, интересно, вот это, кстати, домашнее, ребята, домашнее задание, да, определить, было ли же у настоящего, настоящего, настоящей зенитки вот такой, спереди два номерных знака, или это что-то Трамп придумал, не знаю, не знаю, не совсем понятно, но интригует. Да, и опять же, что, собственно, в чём была критика, на один вариант только показаны декали, на один вариант, на, я так понимаю, на ВЛ, на Люфтваффе, а, соответственно, все остальные варианты, ну, видимо, так понимаю, наклеиваются исключительно по аналогии, ну, видно, что есть ещё тактические знаки на некие подразделения, опять же, я так понимаю, что минимум на два у нас есть эти тактические знаки, и опять же, понять вот, кому они относятся, не совсем понятно, то есть, вот та же буковка Д, подразделение Гудериана, который, будет ли она актуальна, для каких номеров она будет актуальна, для кого, не совсем понятно, так как единственный у нас есть Трамп Петровский книг, чему не привязанный вариант, на один номерной знак, ну, вот, 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 соответственно, ищите информацию сами, на Skillmates, по-моему, обычно пишут, на что можно собрать данные машины, возможно, там уже люди всё умные и, так сказать, добрые, всё понаписали, ну, и, соответственно, элементы приборной панели, то есть, каждый прибор практически отдельная маленькая декалька, то есть, накрашивать и рисовать ничего не придётся, вот, это, конечно, безусловно, плюс, ещё бы привязки были нормальные, так вообще было бы отлично, но, как бы, вот, соответственно, что так, у нас тут не это самое не очень мне нравится то, что прилепилось этот скотч к декали полуики не должны так делать ладно, так это уже лирическое отступление и что можно сказать в резюме, короче, огромная всю модель, то есть, реально, ну, конечно, с траками, но под тысячу деталей, то есть, и без траков, деталей, на самом деле, дофига в том числе и довольно сложного и многочисленного травления особенно по орудию помимо этого определенно сразу уже по инструкции видны минусы, то есть, абсолютно обойдена тема вариаций по сборке, да, то есть, вот борта там ещё что-то, то есть, совершенно забили на это даже, собственно, прицеп тут не показан, как его сделать открытым, да, то есть, ну, хотя внутрянку прицепа есть, тут сразу минусы ну, непонятные привязки по схеме окраски, которые то есть, ни к чему не привязаны, только на один вариант хотя декалей дано больше в общем, сложная модель сложная модель, как, судя по всему, и сборки так и в некоторых моментах правильные её привязки декали и окраски и так далее ну, кстати, вот забавно, на боксарте ещё есть подкова на память, а была ли это подкова на литниках что-то не помню такого тоже, кстати, минус не это самое а в остальном выглядит очень круто то есть, тебе там и многоразъёмность какая-то даже и стволы, как бы, всё высверлено и, как бы, ну, вроде копейно в общем, для серьёзных моделистов модель-то, на самом деле вот такая вот вот такой вот флаг Верлинг 2009 года от Трампетера а, да, ещё забыл сказать собственно, пропустил один пакетик прозрачка та самая прозрачка да, тут, собственно, два больших стекла ну, не совсем не хочу, честно говоря, не очень хочу вскрывать этот пакетик я думаю, в целом типичный прозрачный пластик Трампа осветительные приборы тут ещё какие-то там габариты, указатели чего-то та самая позорная нитка для троса кстати говоря не помню, чтобы в инструкции может, я, конечно что-то пропустил но что-то я не помню моменты, где в инструкции нам что-то про трос говорили и вообще где-где-где на данной машине должен располагаться трос не знаю надеюсь, они не перепутали с дефолтной моделью просто тягача где-то, где он был может быть может быть я что-то пропустил неохота разыскивать опять же тоже если эта деталь антенны тоже не заметил чтобы в инструкции нам про антенну что-то сказали я даже не знаю прям вот хочется даже ещё раз глянуть потому что это довольно странно нам дают проволоку под что-то типа антенны ну вот у нас финальный вид модели и вот где эта самая антенна где эта проволока зачем она нужна была чего где вроде бы я действительно ничего не пропустил но вот опять же ну вот не понятно на кого эти на кого эти дупы рассчитаны то есть они вообще где в модели должны участвовать нет не нитка, с трос вроде нигде визуально не антенна вот если это антенна для чего они это ну то есть опять же претензий к конструкции очень много претензий к конструкции это ещё даже собирать не начинали. Вот такая вот, собственно, у нас модель.